У меня был разговор с немцем, кстати говоря с немцем, это бывший советник, бывший пресс-секретарь Меркель, Ульрих Фильдельхельм, это было в середине 2014 года, ближе к осени, и он мне говорил, Пётр, ну вы же не выстоите, против вас весь мир санкции ввёл. Я говорю, Ульрих, ну как весь мир? Китай и Индия не ввели, против нас ввели санкции страны НАТО, Япония и Австралия, всё. Причём нам не впервой. Вы объединялись европейцы, у вас тогда не было немцев, как большой нации, в Крымскую войну, даже Сардиния пришла, ей пообещали доминировать в создании королевства, она свои войска выделила. Но, говорит, не в этом дело. Во Вторую мировую войну мы воевали, не из Германии, мы воевали против ресурсов всей Европы. Это было заседание, обед Европейского вещательного союза, поэтому я мог обращаться. Вы, чехи, треть вооружений вермахту поставляли. Вы, бельгийцы, стрелковое оружие, послушно. Вы, шведы, тайком подшипники для всех немецких танков под водными лодками. И кошельком был как раз Валенберг. Это через него немецкие нацистские деньги шли в банковский дом Валенберга. Вы, французы, поставили вермахту 200 тысяч автомобилей, ремонтировали танки Рено, а в Тулузе, где сейчас делают аэробусы, делали дурнье морские бомбардировщики гигантские. Вы все экономикой воевали против нас. Французы родные, у вас в эсэсовских дивизиях людей было больше, чем в сопротивлении. И, по-моему, модуль обращался на Бородинском поле, храбрые французы, мы снова, как в 12-м году, вместе против варваров. Правда, от полковника Полосухина получили так, что больше на восточный фронт французы не совались. Но это они были последними частями, защищавшими Рейхстаг в 45-м году. Даже Люксильмон два батальончика на скрёп и прислал против нас воевать. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что мы воевали с Германией, это ложь. Мы воевали со всей подавленной, порабощенной, послушной Гитлеру Европой. Я говорю, мы ставили 12-летних мальчиков к станкам, чтобы они ручками дотягивались. Потому что мужчины на фронте были, и мы выставили. И ты сейчас меня санкциями пугаешь. Спасибо. Спасибо.